В этом году выпуск в медицинском колледже непростой. На долю ребят, сидящих в зале, пришелся коронавирус и дистанционное обучение. Часть из них помогала медикам справиться с пандемией, заменяя работников в регистраторах поликлиника или отвечая на вопрос пациентов по телефону. Со всеми трудностями и испытаниями сегодняшние выпускники справились. Позади четыре года учебы, в прошлом лекции, в прошлом практики, перезачеты, экзамены. Впереди у вас новые возможности. Впереди вам открыты все двери. И только от вас сейчас зависит, как вы проведете, как вы устроитесь в своей профессиональной жизни и какую жизнь вы себе нарисуете в дальнейшем. В этом году колледж закончили 28 человек. Из них одна выпускница, Екатерина Мигунова, получила диплом с отличием. Также ей вручили еще один документ о профессиональной переподготовке по специальности медицинский массаж. Екатерина пришла в колледж не сразу после школы. До этого она уже получила другую специальность и успела по ней поработать. Но в глубине души девушка всегда мечтала помогать людям. Учеба была достаточно интересной, много нового по сравнению с первой профессией. Конечно, это совершенно другое. Было очень интересно. Было здорово. Взаимодействие с людьми, особенно которые требуют помощи, оно оставляет отпечаток. Неожиданный порой, с которым приходится справляться, переживать и чувствовать новые эмоции. И в этот момент я осознаю, что это будет продолжение твоей дальнейшей жизни. Екатерина уже получила предложение о работе. В ближайшее время она пополнит ряды специалистов клинической больницы номер 50. А вот Николай Зайцев после окончания колледжа решил не оставаться в городе. С самого детства юноша хотел заниматься медициной, освоить несколько медицинских специальностей. С большой теплотой и признательностью Николай отзывается о педагогах, которые помогли ему начать путь в медицину. Все педагоги любимые, все относятся к нам как к детям, все о нас заботятся. Как бы мы с ними не ругались, это все равно самые лучшие люди для нас. Потому что как они нам помогали, как они к нам относились, это просто что-то с чем-то. Мы думали, будет хуже. С одной стороны, радость, то, что все-таки наконец-то закончил, но с другой стороны, грусть. Потому что, возможно, я не увижу больше этих людей, не увижу своих одногруппников, не увижу преподавателей. Честно, привязался и буду по ним очень сильно скучать. Медицинский колледж привлекает студентов не только учебой. Большое внимание здесь уделяют и внеурочной деятельности. На базе учебного заведения действует волонтерский отряд «МИК», который проводит различные акции городского уровня. Также студенты участвуют в спортивных соревнованиях, конкурсах и фестивалях. Восемь выпускников получали грамоты за активное участие в этих мероприятиях. Со своей стороны, активисты подготовили для педагогов творческие номера. «Скоро точно будет зачет, если учил, повезет». Выпустив вчерашних студентов во взрослую жизнь, медицинский колледж готов открыть двери перед новым поколением ребят, перед теми, кто решил посвятить свою жизнь самой гуманной профессии. Набор абитуриентов уже идет по двум специальностям – сестринское дело на базе девяти и лечебное дело на базе одиннадцати классов. Приемная кампания продлится до августа. Дополнительную информацию можно получить по телефону 54650. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24.